Переходим к третьему вопросу – методы физического воспитания. В процессе физического воспитания применяется как общепедагогические методы, так и специфические, основанные на активной двигательной деятельности. Словесные и сенсорные методы предполагают широко использование слова и чувственной информации. Благодаря слову можно сообщать необходимые знания, активизировать и углубить восприятие, поставить задания и сформулировать отношения к нему. Можно руководить процессом выполнения задания, анализировать и оценивать результаты, корректировать поведение занимающихся. Учебно-тренировочные занятия и соревнования слова может быть использовано и выражено в форме дидактического рассказа, беседы, обсуждения, например, после игры, инструктирования, сопроводительные пояснения, указания и команд, оценки, способ текущей коррекции действий или итогов и словесного отчета. Игровой метод в силу всех присущих ему особенностей используется в процессе физического воспитания. Не столько для начального обучения движением или избирательного воздействия на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях. Соревновательный метод используется как относительно элементарных формах, способ стимулирования интереса и активизации занимающихся при выполнении отдельных упражнений на занятиях, так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных или официальных спортивных соревнований. Основная черта соревновательного метода – сопоставление сил занимающихся в условиях упорядоченного соперничества, заперенства или высокого достижения. Метод регламентированного упражнения предусматривает твердую предписанную программу движений, заранее обусловленный состав движения порядок повторений, по возможности точное дозирование нагрузки и управление ее динамикой по ходу упражнений, четкое нормирование места и длительность интервалов отдыха, создание или использование внешних условий, которые облегчали бы управление действием занимающихся. Цель метода – обеспечить оптимальные условия для освоения новых двигательных умений, навыков или направленное воздействие на развитие определенных физических качеств и способностей. В качестве одного из примеров – применение метода круговой тренировки. В основу круговой тренировки составляет серийное и последовательное выполнение упражнений по замкнутому кругу с определенными интервалами отдыха, подобранных и объединенных в комплексе. В круговой тренировке сочетается достоинство избирательного и комплексного воздействия на организм занимающихся, а эффект переключения на различные упражнения создает благоприятные условия для проявления высокой работоспособности и положительных эмоций. В современной подготовке спортсменов различной квалификации и физической культуре зачастую используется круговая тренировка в системе разнообразных интерпретаций, такие как кроссфит и тренировка по системе табата. Продолжение следует...